Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Морзаду и Шенбекова. Жуткая авария на трассе Бишкекош унесла жизни четырех жителей Джалабадской области. Трагическое происшествие случилось в Сузакском районе. Грузовик марки Мэн столкнулся с легковушкой Хонда Фит. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров малолитражки. Спасатели выехали на место аварии с помощью спецсредств, извлекли тела погибших. Водитель грузовика был задержан сотрудниками патрульной милиции и доставлен в районное отделение милиции. Кто является виновником ДТП, пока не сообщается. В Нарынской области сошедшая с горловина накрыла местного жителя. По данным МЧС, ход снежной массы зафиксирован вчера в зимовке Карадобё Джумгальского района. Поиски пропавшего чабана силами местных жителей не принесли результатов. Сегодня к поисковой операции должны были подключиться спасатели. Из-за прошедших осадков лавиноопасная ситуация в Нарынской области по-прежнему сохраняется. Сегодня к своей работе приступил новый созыв бишкекского городского кенеша. Новоизбранным депутатом столичного парламента Центризбирком торжественно вручил мандаты. Напомним, в результате выборов 11 декабря в бишкекской горкой Неш прошли пять партий. По итогам голосования СДПК получило 13 мандатов. Республика Таджур 12, ОНГУ Прогресс 8, Микенем Кыргызстан 7 и 5 мандатов достались партии Кыргызстан. Кстати, первая сессия нового 27 созыва столичного горки Неша запланирована уже на завтра. В ходе нее депутаты должны образовать коалицию большинства и избрать себе председателя. Согласно регламенту, действующего регламента бишкекского городского кенеша, действующий председатель 26 созыва, он должен созвать первую сессию. Председатель бишкекского городского кенеша созывает и передает слово для самого Аксакала, самого старейшего депутата. И потом стоит вопрос об избрании спикера бишкекского городского кенеша, а также структуры и так далее, организационные вопросы. За использование административного ресурса уголовная ответственность. Эту инициативу лидера парламентской фракции Республика Таджур сегодня поддержали его коллеги по законотворчеству. Вопрос об ужесточении правил предвыборной агитации был поднят во время обсуждения поправок в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Депутаты напомнили, что добиться честных выборов можно только полностью отказавшись от привлечения госслужащих, а добиться этого можно только введя уголовную ответственность. Вчера Мурбек Бабанов высказал очень хорошую идею о мерах против использования административного ресурса. Мы должны исключить это. Руководители предприятий и учреждений должны быть уволены, если используют коллектив для агитации в поддержку партии. Если мы внесем эту норму, то сможем избавиться от использования административного ресурса. Эти изменения должны касаться не только административного ресурса. Мы предлагаем уголовную ответственность за неверно составленные списки избирателей. Сарпашев тут кивает головой, но дай бог, чтобы до этого не дошло. Мы еще в комитете рассмотрим этот вопрос. Там поправки вносятся в уголовный кодекс. Проблемы на трассе Бишкекош, миграционные вопросы и неэффективные реформы кабинета министров. Этим и другим темам посвятили сегодняшнее заседание депутата Джугар Кукенеша. Традиционно четверг в парламенте. Это день озвучивания проблем граждан. Во время процедуры обсуждения раздела разные. Депутаты передают правительству жалобы избирателей. Не стал исключением и последний сессионный день этого года. За выступлениями депутатов следил Игорь Потанин. Одним из наиболее острых вопросов сегодняшнего пленарного заседания стала ситуация на дороге Бишкекош. Положением дел на главной магистрали страны сегодня недовольны все, кто пользуется этой дорогой. С приходом зимы проезд по этой транспортной артерии стал практически невозможен. Из-за бездействия чиновников люди, в том числе и с маленькими детьми, вынуждены часами стоять в пробках в ожидании спецтехники. Мы когда рассматривали вопрос подготовки к зиме, то ставили вопрос дорог. Мы видим, что сегодня творится на дороге Бишкекош. Это приносит ущерб экономике. Что, сложно заранее пригнать туда технику? Водители стоят и ждут, когда откроют дорогу. Я обращаюсь к Минтрансу. Еще не поздно доставить туда технику. Нам люди звонят и жалуются. Необходимо создавать условия для наших водителей. Претензии у депутатов есть не только к работе транспортного ведомства. Вопросы накопились и к Министерству экономики. Народные избранники назвали непродуманными действия чиновников в вопросе реформирования региональных подразделений ведомства. В итоге страдают от этого жители отдаленных районов. Когда мы говорим об оптимизации, это не должно создавать проблемы отдаленным районам. Сейчас сократили финансовые отделы в Нарынской, Таласской и Баткенской области. Сейчас в регионах нет ни заводов, ни фабрик. И если министерство планировало провести сокращение, начать его нужно было с себя, а не с регионов. Законодатели потребовали от чиновников предоставить полные данные о том, на что ушли средства бюджета и где удалось сэкономить. И у законодателей, и у населения немало претензий к тому, на что тратят деньги правительственные чиновники. Мы тут полгода спорим, пытаемся сделать бюджет экономичным. Я прошу предоставить мне данные, на что тратятся деньги. Сколько денег уходит на водителей, сколько денег тратится на питание, сколько на дайвинг и другие расходы. Я вас прошу дать мне эту информацию. Все жалобы избирателей депутаты направили в правительство. Во время праздничных дней народные избранники надеются еще раз встретиться с населением регионов и выслушать новые наказы. Следующее заседание парламента народные избранники договорились провести через две недели. К этому сроку представители правительства в Джигурку-Кенеше должны дать ответы депутатам на поставленные вопросы. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС. Не бояться трудностей, знать языки и уважать все народы. С таким призывом к участникам президентской елки сегодня обратился Алмазбек Атамбаев. Традиционное предновогоднее мероприятие с участием главы государства состоялось в национальной филармонии. На праздник съехались более тысячи детишек из разных областей республики. Среди них лучшие ученики, активные участники и победители конкурсов, соревнований, дети погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов и дети с ограниченными возможностями здоровья. По традиции для школьников организовали театрализованное музыкальное представление. Ну и разумеется, президент затем выступил с поздравительной речью. Вы знаете, Новый год вера в чудо, она должна... Вера в чудо даже, не Новый год. Эта вера всегда должна быть в каждом сердце. Старайтесь не убивать эту веру в детях. Старайтесь не убивать. Есть такая притча. Однажды в одной деревне в Европе собрались помолиться, чтобы пошел дождь. И собрались все люди, взрослые, чтобы помолиться. И только маленький ребенок пришел с зонтиком. И все взрослые стали смеяться. Ну, почему ты с зонтиком? И маленький мальчик сказал, а разве мы не помолимся и не будет дождя? Если человек во что-то верит, он всегда своего добивается. В связи с новогодними праздниками милиция переходит на усиленный режим несения службы. Меры соблюдения общественного порядка, как сообщается, будут повышены на центральных площадях городов, в учреждениях культуры, зонах отдыха и торговых центрах. Также правоохранительным органам поручено обеспечить безопасность важных государственных и стратегических объектов. В празднике усилить свою службу намерены медики и энергетики. В столице будут дежурить мобильные медицинские бригады, а энергокомпания обещает не допустить нарушения электроснабжения потребителей. Тем временем запуск второго гидроагрегата на Токтагульское ГЭС планируется не раньше 10 января. Как сообщают в энергохолдинге, ремонтные работы после случившейся аварии продолжаются. На сегодня энергетики приступили к изоляции нового проложенного кабеля. Работы продлятся как минимум несколько дней, ведь заменить предстоит порядка 28 метров. Напомним, внеплановый вывод из работы гидроагрегата номер 2 мощностью 300 мегаватт произошел две недели назад. Поврежден тот же кабель, что вышел из строя 23 декабря прошлого года. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.